Приветствую вас, давайте попробуем набраться в контуре специально Вы говорите начал повязываться к девочке, которая не так давно познакомилась в реале Виделись всего один раз Потом только списывались Ну вот, сразу к вам вопрос А почему вы только один раз виделись? Почему только один раз? Что мешало увидеться еще? Если вы говорите, что зарекомендовали себя хорошо перед ней То что помешало вам Увидеться с ней в реале еще? Зачем переводить Общение В плоско социальной сети Для чего? Это абсолютно бесперспективный Вет На развитие отношений К сожалению Надеюсь, что Вы меня Услышите Ну, постарайтесь Я вам Это Серьезно говорю Что Социальная сеть Это Не та Модель Не та Форма Общения Которую Которую Реально можно использовать Как Основную Для развития отношений Но вообще Как угодно На самом деле То есть Это первый момент Что помешало вам Встретиться с ней Значит В реале еще Далее Вы Пишите Так Что Значит Получилось В последнее Время Так Ведем переписку Ни о чем Посылаю ей сообщение Которое Прочла И не ответила Потом я снова пишу что-то Чтобы Да Ответил Так она начала Однословно отвечать Ну Вы Говорите Получилось Так Вот Получилось Так Что Вы Стали Ей Ээээ Писать Ээээ Постоянно И Получилось Так Что Вы Не Дождались Не Дождались Пока Она Вам Ответила Сообщение То есть Получилось Так что Вы Сами Начали Вмешиваться В ее личную Пространство И еще Говорите Ей А А то Что Да Вот Вы Такой Что Можно С С С С С Чуть 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 Позже Почему Получилось Эдуард А Вы Вы Сами Несете Ответственно За это Что значит Получилось Вы Говорите Как будто От вас Вообще Это Не зависит Ну никак Вы Говорите Так как будто Не контролируете Этот процесс Я имею ввиду Процесс Общения По Переписке Ну например Как то Вот это Знаете Немножечко Подождительно Выглядит То есть Если вы Не несете ответственность Если вы не отвечаете За себя Что Как вы можете Отношение с девочками Застроить Тогда Это вот Первостепенный вопрос. Получается, что вы не готовы отвечать за свои поступки, не готовы признать, что это не так получилось, это я постоянно ей писал. Для чего-то я ей постоянно писал, чтобы что? Зачем вы стали ей постоянно писать? А почему вы не дождались, например, ее ответа? Вы стали на нее давить, зачем? Вот с какой целью? Чтобы что? Что вам нужно? Что вы хотите через эту девушку для себя получите? Может быть, вы в себе не уверены на это указывать то, что вы не готовы ответственность брать за свои поступки. Да вот. Но так или иначе, так или иначе, подумать об этом нужно, стоит. Это важно, на мой взгляд. И принципиально, как бы. Поэтому, я думаю, что ситуация вот именно такова. То есть, если вы что-то делаете, то нужно понять, для чего вы это делаете. То есть, вы это делаете, чтобы что? Вы это делаете с целью получить для себя что. Опять же. Понимаете, это вот такой, ну, довольно важный момент, по моему взгляд. Идет. Далее, значит, она говорит, что, значит, сильно навязывает, и она это не приемлет. И далее, я написал, что у меня не отнимешь, это увы. Эдуард, ну вот, вы знаете, я, честно говоря, немножечко, даже подумал, что вы как-то, знаете, насмехаетесь. Потому что вам девушка прямым текстом говорит, что ей не нравится, что ей не по душе, а вы говорите ей о том, что, какой вы, этого у вас не отнять. То есть, по сути, вы признаетесь в том, что вы знаете, какой вы, но менять в себе ничего не справится. Так получается? Я просто хотел бы вашу позицию на самом деле по этому вопросу более четко понять. Ваша позиция, она в чем? Ээээ, вот. Ну, на данный момент. Ваша позиция, она какая? Потому что, эээ, исходя из того, что вы написали, это довольно-таки ярко выраженная пассивность, я бы сказал. То есть, вы пассивны, и вы не желаете что-то в себе менять, что вы другие. Например, если навязываете, то это всегда проблема с самодостаточностью, с уверенностью в себя. Эээ, как бы, это проблема потребности в человеке. То есть, вам нужна девушка для чего-то. И вот, как бы, нужно подумать, для чего. И разобрать этот вопрос. Вам. Вам. То есть, грубо говоря, эээ... Постараться... 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 Вот об этом тоже я хотел бы с тобой подумать. И ваш вопрос, как быть дальше, он раскрывается через вот эти вот моменты. То есть личностный рост, развитие, больше уверенности в себе, работа над уверенностью в себе. То есть это вот сначала составьте себе такой план, напишите на листке бумаги качества, в которых вы уверены в себе, качества, в которых вы не уверены в себе, которые вы принимаете в себе, которые вы не принимаете в себе. И попробуйте подумать, почему вы не принимаете в себе вот те или иные качества. То есть с чем это связано, грубо говоря. И двигайтесь именно вот в сторону того, чтобы эти качества в себе принимать. И двигайтесь в сторону того, чтобы определенные качества в своем негативном проявлении, а качества у вас будут, скажем так, двух видов негативных. Это качества, которые всегда вам вредят, и качества, которые вредят, но вот не всегда. То есть иногда они оказывают какое-то положительное воздействие на вас. Но это все нужно анализировать, понимаете, и разбирать вот так вот, вот так вот. Это довольно сложно будет разобрать, в чем именно проявляется ваша неуверенность в себе и отсутствует недостаточности. Но пока мне видится вот именно так. И я думаю, что пока у вас вот так все будет происходить, я думаю, будут довольно серьезные проблемы у вас, связанные с тем, как вы будете строить отношения с девушками. Потому что девушки действительно не любят, когда им навязываются. Это правда, это совершенно точный факт. Девушки очень не любят, когда им навязываются. И если вы не будете более уверенным в себе, более независимым, если вы не будете общаться для того, чтобы просто вот поделиться чем-то, а если вы будете общаться именно для того, чтобы что-то для себя как бы получить, как вы это делаете вот сейчас, то ситуация будет довольно-таки плачевна для вас. Потому что девушкам это будет не нравиться, и вас раз за разом будут отталкивать, и по сути дела вы не будете получать никакого развития, никакой обратной связи, вообще ничего. и здесь на самом деле вам только решать, вот как вы хотите, с чего вы хотите, как вы будете поступать и прочее, прочее, прочее. Это решать только вам. Я со своей стороны могу предложить вам работать над уверенностью в себе, над целями, которые вы пытаетесь достичь через навязывание девушки, и над вашими качествами, чтобы вы себя принимали, чтобы вы себя уважали больше, чтобы вы себя любили, и чтобы вот такого, как у вас происходило, не было. Ну и от вас требуется готовность к личностному росту, освоение новых горизонтов, новых каких-то интересов, расширение своего кругозора, и осознание, и последующее удовлетворение своих потребностей, которые вы пытаетесь сейчас удовлетворить через девочку. Селик девочек. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok